Год экологии и год 70-летия Дня шахтера в Ленинске-Кузнецком завершается с большим успехом. В уходящем году удалось выполнить практически все запланированное. Не реализованными остались только проекты у нас, это ремонт дворца творчества детей и молодежи, и начало строительства новой школы и нового здания музея. Но, к сожалению, реализация данных проектов финансово от города не зависит, поэтому как только у нас вышестоящие бюджеты выделят средства, начнем работу и, по крайней мере, все необходимые документы, планы, сметы у нас готовы. Тем не менее, удалось сделать и сверх запланированного. Ленинск-Кузнецкий успешно принял участие в программе развития комфортной и городской среды и получил с федерального бюджета 10 миллионов рублей. В парке здоровья на эти средства была смонтирована универсальная игровая площадка, а в жилых кварталах Лесного городка по программе «День шахтера» в одном районе города благоустроено 9 дворовых территорий. В этом году я как глава городского округа и председателя Ассоциации Совета муниципальных образований Кемеровской области принял участие в заседании Совета по развитию местного самоуправления. Оно проходило в городе Кирове по председателям президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. Наша команда во главе со мной, первым заместителем, представителем компании «СУЭК», предпринимателей города. Мы проходили обучение в Москве, в Сколково, учились управлять проектами развития моногородов. На сегодня результаты этих двух событий только формируются, но уже ясно, что мы получим, как я уже сказал, федеральное финансирование на территорию. И в северную промзону будет строиться энергетический комплекс глубокой переработки руля с получением тепловой и электрической энергии и среднетемпературного кокса. То есть это будет новое предприятие построено, порядка 300 новых рабочих мест, но плюс все мы понимаем, что это будут и налоги в город. А также он поддержит у нас и градообразующую отрасль. Я думаю, что будут еще и другие много положительных проектов. После подведения итогов старейшин Ленинска ожидали новогодние подарки. В ответ ветераны искренне поздравили с предстоящими праздниками Вячеслава Телегина и пожелали, чтобы следующий год стал годом реализации самых смелых решений. Новый год – это время надежд и радостных ожиданий, точка отсчета для новых дел и начинаний. Каким будет наступающий год, зависит от каждого от нас. Вы делаете большую, огромную работу, результаты которой имеют огромное значение. Поэтому прежде всего мы хотим вам пожелать веры в себя и свои силы, чтобы наступающий год стал для вас годом реализации самых смелых решений, открытия новых горизонтов и достижения новых вершин. Пусть Новый год 2018 станет для вас самым счастливым и благоприятным. А впереди Новый год, новые планы и достижения. Вячеслав Телегин обратился к старейшинам города с просьбой продолжать активно участвовать в жизни Ленинска-Кузнецкого.